Добрый день! Сегодня 31 августа 2024 года. Меня зовут Евгения Жаркова. И я хочу рассказать сегодня, кто же стоит за арестом создателя Телеграм Павла Дурова. Итак, для того, чтобы понять, что же на самом деле произошло 24 августа 2024 года, необходимо для начала объяснить расклад сил в Европе. Существуют сейчас как бы две противоборствующие стороны. С одной стороны это орден иезуитов, это Ватикан и черно-венецианская аристократия, как ее принято называть. А с другой стороны им противостоит орден иоаннитов, они же Мальтийский орден. И вот сейчас между двумя вот этими силами и происходит борьба. Но она возникла не на пустом месте. То есть давайте вспомним такой факт, как Брэкзит. То есть из-за чего он произошел? Произошел он из-за того, что европейские элиты, когда вводился евро, они подразумевали, что евро, как валюта европейская, она будет обслуживать корпорации промышленные, производственные. В то время как финансово-банковская вот эта структура, система, она наоборот считала, что все денежные потоки, все операции должны проходить именно через них. Ну, это вот как раз Лондон-Сити, вот эта структура. И поэтому Брэкзит-то и произошел. То есть там не политические какие-то разногласия, а именно они были на финансовой основе. Поэтому сейчас происходит второй этап развертывания начала действия европейских континентальных элит. И также происходит противостояние России англо-саксонскому миру. Но когда говорят, мы противостоим англо-саксонскому миру, надо понимать, что это не англоговорящие какие-то страны, а именно Лондон-Сити и округ Колумбия, Вашингтон. То есть это своего рода государство в государстве, как и Ватикан. И вот между вот этими сейчас кланами, этими структурами, и происходит вся вот эта война, скажем так. То есть сейчас, в настоящий момент, война ведется англо-саксами, вот этими структурами, Лондон-Сити и Вашингтон против Европы, против европейских стран. Просто они захотели сделать Европу, скажем так, козлом отпущения за все вот эти свои финансовые неудачи. Но, скажем так, Ватикан, Ватикан и, в частности, Орден Иезуитов, они как бы с этим статусом не согласились. Вот, потому что все-таки Ватикан – это достаточно очень мощная структура. Это одна из крупнейших и влиятельнейших разведок мира. Тем более там люди, они служат не, скажем так, не за деньги, по большей части. Там люди, они, скажем так, идейные. И это не обязательно священники, священнослужители. То есть есть люди, которые живут в миру, они имеют семьи, но в то же время они состоят вот в этих тайных орденах. Вот, и поэтому, если поступит какая-то команда вот от Ордена Иезуитов, от этих структур, то вот эти люди, они готовы выполнить, скажем так, любой приказ. И сейчас все европейские страны континентальной Европы, они как раз ориентируются сейчас именно на Ватикан. Что скажет Ватикан и как он себя ведет. Вот, а Ватикан, он, как это ни парадоксально, он на стороне, скажем так, России. Вот, потому что что из себя представляет Орден Иезуитов? Орден Иезуитов – это Аскеза. И как раз в 20 веке все революции в Латинской Америке, они финансировались как раз с Орденом Иезуитов. То есть не надо думать, что они там финансировали материально. Да, там и была и материальная поддержка. Но вспомните такого революционера, как Че Гевару. То есть они сделали революцию на Кубе. Да, это Орден Иезуитов сделал революцию на Кубе. И Че Гевара – это была их креатура Ордена Иезуитов и Ватикана. И они оказывали гуманитарную помощь, гуманитарную поддержку по всем революционерам, которые совершали революции в 20 веке в Латинской Америке. Ну, за исключением там, они, по-моему, только Колумбию не смогли завоевать, потому что там очень было сильное влияние было американцев. А так, в общем-то, вся Латинская Америка, она до сих пор и по сей день находится под Орденом Иезуитов. Поэтому вот это размежевание, оно было связано как раз с тем, что европейские элиты, они больше ориентированы не на финансы, а на корпорации. Это корпоративные элиты. А Лондон-Сити и вот эти англосаксонские структуры, они как раз... Это банковская, банковская система. И вот сейчас идёт борьба как бы между финансово-банковской системой и промышленными вот этими кланами, корпорациями. Вот. Значит... То есть... Кто вообще организовал Европейский Союз, это хорошо видно на их флаге. То есть там решение принимается коллегиальное. Европейский Союз создавали тамплиеры. Хотя нам говорят, что этот Орден был ликвидирован, но вот эти звёзды и то, что они расположены в круг, это говорит о том, что решения в Европейском Союзе принимаются коллегиально, а не единолично. Вот. И, значит... После того, значит, когда произошёл вот этот конфликт, Папа Римский, он дал абсолютную поддержку канцлеру Ордена, который как раз и возглавил объединение континентальной части элит против англосаксонской. Вот. Поэтому вот англосаксы, они как бы и вышли, и объявили о Брэкзите. То есть сейчас... И вот как раз сейчас происходит вот эта активизация и пик вот этой борьбы. Потому что как бы все любые государства... Ещё такой важный момент. Все любые государства... Это трасты. То есть есть трёхсотлетние трасты, есть трасты на 72 года, есть трасты на 25 лет. Вот в частности, дом Романовых, да, вот как бы Романовых, это был траст на 300 лет. Вот. Советский Союз, он тоже создавался как траст. И траст был на 72 года. Но Российская Федерация, это траст 25 лет. Вот. И ЦК КПСС, он как раз строился по орденскому принципу. То есть вот эта партия, она как бы была орденом на самом деле. И поэтому, как бы, да, была выборность в Советском Союзе, но роль партии, она была очень велика. И поэтому постоянно существовал конфликт между вот этим Верховным Советом и партийной вот этой номенклатурой. потому что ЦК, он выполнял роль ордена. И еще, как бы, Россия, она как бы всегда была, ну, скажем так, орденской, орденской структурой. То есть не было никогда, даже в Советском Союзе никогда не было такого, что не существовало вот этой какой-то, ну, именно, да, власть народа, она была, вот, но именно орден этот ЦК КПСС, он осуществлял вот эту политическую, вот, политический вектор управления страной. И вот именно сейчас для Британии, вот этого, для англо-саксонского мира стоит задача разрушить зону евро. Забрать самые лакомые куски в виде Франции и Германии. Ну, Франция, она, как бы, исторически, она всегда и была связана с Британией. Потому что Германский рейх и Римская империя, они никуда не делись. Что, значит, из себя представляет, значит, Римская империя? Изначально, изначально, это была, как бы, структура, которая базировалась на каких-то родовых связях. Потом с ростом цивилизации это стала, как бы, орденская структура. Она управлялась орденами. Но изначально, с самого начала, Римская империя, она строилась, как торговая какая-то корпорация. Это было связано с тем, что вся торговля, она осуществлялась по рекам, по руслам рек и вдоль берега, вдоль морского берега. То есть каких-то дальних походов по морю в то время не было, потому что это было очень опасно. И вся торговля, она проходила по рекам и по морю вдоль берега. Соответственно, вся вот эта цивилизация Римской империи, она как раз и развивалась вот в этих границах, в этих рамках. Такая структура, как Византия, это вымышленная вообще цивилизация. То есть даже фальсифицированных документов нет о том, что в Византии существовало. Упоминание о Византии началось только начиная с XIX века. То есть когда историки пытались написать, заново переписать историю, они придумали вот такой костыль в виде Византии. Что же на самом деле представляла собой Римская империя и дальше Священная Римская империя? Ну вот, как я уже сказала, то есть это была торговая корпорация, торговая корпорация. И она существовала и держалась как бы благодаря морскому господству. Держалась на флоте. Вот. И столица на самом деле вот этой Римской империи, она была не в Риме. Столица Священной Римской империи находится в Вене. И именно все императоры того времени, они были коронованы во Франксфурте. То есть на самом деле, на самом деле столиц у Римской империи было несколько. То есть это была Вена, это была военная столица, где находился сам император Римской империи. Это Нюрнберг, это юридическая столица. Там собирались все съезды феодалов, рейхстаг, вот этих орденов. И вот, кстати, не зря, не просто так Нюрнбергский процесс проходил именно в Нюрнберге. Вот это очень важный такой момент. А сам Франкфург, это была главная торговая столица, и именно там и проходили коронации всех императоров. Поэтому дальше, дальше, значит, что произошло? Где-то ближе к концу XVIII века последний римский император был коронован во Франксфурте. То есть где-то 1771-1779 годы. И дальше начались Наполеоновские войны. И вот именно с войны с Наполеоном и произошло разделение на Западную империю со столицей в Париже и Восточную. То есть и Старайх, и вот... То есть Западная и Восточная Римская империя. То есть как раз Западная империя, столицей Западной Римской империи является Франция, является Париж. Далее, значит... В Римской империи, значит, на классической латыни титул императора, он звучит как Кайзер. А в романских языках уже стали говорить как бы на сорбонтском произношении и стали произносить кесарь или цесарь. Цесарь. Царь. Вот отсюда царь. И как бы в России тоже было принято вот это произношение цесарь-царь. Поэтому аутентичное название титулатуры сохранили только германские страны. Дальше получается, что после вот этого раздела на Западную и Восточную Римской империи Восточную она была под властью Наполеона, а Западную ее так как бы собрать ее не получилось. Вот. Ну, потому что не было уже как бы тех сил и финансовых, и каких-то других. То есть произошло как бы раздробление на несколько мелких княжеств. И Наполеон, он тогда официально именовался император Запада. Но постепенно, значит, вот это понятие император Запада вымывался. Спустя после где-то 40 лет после наполеоновских походов его племянник уже именовался император французов. И понятие империи оно уже было как бы выхолощено. Но Российская империя она как бы всегда она всегда исторически входила вот в эту Римскую Римскую империю. Потому что мы были связаны все торговли. И у нас была единая цивилизация. Об этом даже есть много свидетельств в архитектуре, в архитектурных сооружениях. То есть это была единая цивилизация. И как бы отделение России от Римской империи оно произошло примерно в 18 веке. Вот. Но дело в том, что значит что значит произошло с Россией. Россия она как бы ну получается что Наполеон дал ну условно говоря определенную свободу до Российской империи. Это вот связано с Тильзинским миром, с Аустерлицем. То есть после Аустерлица и Тильзинского мира Россия начинает постепенно считать себя суверенным государством. но дело в том, что она всегда была под Римской империей. Как бы она не пыталась заявить какой-то там о своем суверенитете. То есть все равно все равно вот эти неформальные связи они были. Ну в частности как пример когда Венгрия в 1848 и 1849 году попыталась отделиться от Западной Римской империи и создать свое королевство. То есть они пригласили на свой престол любого из сыновей Николая Первого русского императора. И вместо того, чтобы возглавить римское королевство Николай Первый послал туда войска и этого не было сделано. То есть Венгрии так и не позволили отделиться от Римской империи. И дальше как бы все войны, которые вела Российская империя, она вела войны именно исключительно в интересах Римской империи. Ну, в частности, это завоевание Крыма. То есть вообще князь граф Потемкин, Григорий, он был князь Римской империи. Вот. И именно римский вот этот император Иосиф, он тогда приезжал осматривать и принимать свои вот эти владения. И именно он утвердил строительство флота на Чёрном море. Вот. То есть вот как бы такая краткая сейчас история. И когда закончился вот этот трёхсотлетний траст дома Романовых, да, императора Романовых, то сейчас под очень большим вопросом находится Федеральная резервная система. то есть Федеральная резервная система была создана, основана в 1913 году. Я уже об этом рассказывала. На деньги Российской империи то есть Николай Второй давал золото под создание Федеральной резервной системы, но она была скажем так наглым образом подчинена вот этим частным финансовым структурам. И, кстати, именно сейчас происходит то же самое. Вот прошло сто лет, ну, чуть-чуть больше, да, и ситуация практически идентична, один в один. То есть доллар, он как резервная валюта, получается, сейчас уходит. начинается вот эта борьба в Европе. Кто будет главной резервной валютой? Евро или фунт? Британский фунт? Дальше Россия, поскольку она сейчас находится под санкциями, она не может вести никакие взаиморасчеты ни с Китаем, ни с Индией, ни с Бразилией. То есть вот эти страны Брикс сейчас они находятся в очень большом как бы финансовом тоже кризисе именно потому, что они не могут расплачиваться в своих валютах под угрозой вторичных санкций. То есть Китай в настоящее время ограничивает расчеты в юанях. Все практически крупные банки китайские они сейчас не принимают расчеты, взаиморасчеты с Российской Федерацией. С Индией мы расплачиваемся рупиями, но рупии это ну как говорится эти рупии они же остаются в экономике Индии. И вот сейчас как бы возникла вот эта ситуация, что делать что-то надо, предпринимать что-то надо, но вот эти все стороны они находятся сейчас в большом конфликте. И я думаю, что как раз вот Павел Дуров ему поступило предложение от стран БРИКС разработать вот эту резервную валюту, чтобы у БРИКС была своя валюта, криптовалюта. И об этом как бы рассказал журналист Максим Шевченко, то есть это не вот чисто моя выдумка, то есть об этом есть определенная информация, и уже давно об этом как бы ходят ну как бы слухи, что да, будет запускаться цифровая валюта стран БРИКС, криптовалюта. Вот. И я думаю, что именно поэтому и полетел во Францию, в Париж Павел Дуров. Еще такой важный момент у него из официальных источников в настоящее время известно о четырех гражданствах. то есть он является ну соответственно гражданином России, у него есть французское гражданство, гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и гражданство Сент-Кис и Невис, то есть это британская территория, это конституционная республика, где главой является ныне действующий король Карл Третий. И вот заметьте, что когда был арестован создатель Телеграм, все высказались, все посольства всех стран высказались о том, что готовы оказать какую-то там консульскую поддержку и Россия, и Арабские Эмираты, ну Франция понятна, и единственная страна, единственное как бы государство, которое до сих пор хранит молчание, это Британия, хотя именно ее как бы подданный и находится под арестом. Вот это очень большой как бы сигнал и как бы косвенное доказательство, что Франция и Британия, они сейчас работают в связке. И именно сам Павел Дуров сказал, что он летит туда по приглашению Макрона. Поэтому когда он сейчас вышел к прессе президент Франции и стал говорить о том, что он якобы не знал, ни о чем, то это как бы не совсем так. По поводу значит гражданства. Дело в том, что Павел Валерьевич Дуров Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. То есть он гражданин Советского Союза по праву рождения. Его старший брат Николай Валерьевич Дуров, родной старший брат, тоже родился в Ленинграде в 1980 году. И его семья сейчас в настоящее время, его родители проживают в Ленинграде. Поэтому когда французское правительство заявляет, что они считают французское гражданство Павла Дурова основным, то это просто передергивание фактов. Павел Дуров, он гражданин Советского Союза по праву рождения. И сейчас в настоящее время он находится в заложниках вот у этих неизвестных неустановленных лиц. Скажем так. Ну то, что там ему предъявляют, это явно сфабрикованное дело, просто чтобы взять под контроль саму платформу Telegram и не дать вот этой валюте стран Брикс стать одной из основных мировых валют. Как бы в общем-то вот все достаточно как бы и просто. Но еще такой очень важный момент. Давайте вспомним, что Макрон он ставленник Ротшильдов. То есть все президенты Франции с последних лет они все были креатурами Ротшильдов. И именно Макрон он работал в банке Ротшильдов до того, как стать президентом Французской Республики. Вот это мотив. И кстати, у Ротшильдов сейчас очень плачевно финансовое положение. они вынуждены закрывать свои представительства в США. Их замки они сейчас находятся в очень плачевном состоянии. Несколько там лет назад, ну я не знаю, ну не больше десяти была информация в сети о том, что они распродали свою коллекцию предметов искусства. То есть клан Ротшильдов в настоящее время сейчас испытывает очень большие финансовые трудности. А связано это именно как раз с тем, что закончился вот этот столетний траст ФРС. Создание ФРС. То есть они должны сейчас вернуть не только золото или там эквивалент золота, но еще проценты, 4% в год поставки Либор. То есть это неприподъемные долги. Вот вам и мотив. задержание. Далее была информация, что вот та спутница, которая была с Дуровым в самолете, некая Юлия Вавилова, она является агентом разведки МОСАД. Ну, я как бы это не исключаю, потому что, во-первых, есть информация о том, что у нее есть израильский паспорт, но МОСАД это, считай, равно ЦРУ, потому что за МОСАДом всегда стояла ЦРУ, это как бы где МОСАД считает ЦРУ, где ЦРУ, там равно МОСАД, это как бы филиал, МОСАД взломали базы данных Израиля с информацией по атакам целей в Палестине. И слив как раз проходил через аккаунт в Телеграм. Значит, Израиль потребовал удалить эту информацию, но Дуров отказался. И тогда они завербовали в Дубае вот эту Юлию Вавилову, как они, как она себя позиционирует, бизнес-коуча, которая и сливает все его перемещения. То есть она ведет страницу в соцсетях и фотографирует все места, где она бывает вместе с Дуровым. Дальше аргумент за то, что Дуров как раз связан с созданием криптовалюты для стран БРИКС. Это значит он в этом году совершил целое турне по странам так называемого шелкового пути. То есть это Казахстан, Киргизия и Азербайджан. И дальше как бы в сети разгонялась версия о том, что именно из-за его якобы встречи с Путиным он был задержан во Франции. Но с ним Путин не встречался. Путин он как бы ни на что не влияет. Скорее всего, что была встреча с кем-то из администрации президента. Потому что есть такая информация, что на этой же неделе была совершена попытка совершения покушения на Сергея Кириенко. А, кстати, Кириенко он руководил банком гарантия в 90-е годы в Нижнем Новгороде. У нас в Горьком. То есть вот Макрон руководил банком Ротшильдов. И Кириенко работал в банке. Тоже руководил банком, но у него там были связи с хабардистами. С вот этими служителями Рона Хабарда. Ну, это Америка. То есть вот все крутится вот-вот. Они все там в этой системе. Вот. Дальше в полете скорее всего, что он узнал, Павел Дуров узнал о том, что на него выписан арест, ордер на арест. Они значит попытались развернуться. над городом Реймс. Вот. Но потом значит спустя пять минут все-таки самолет приземлился в аэропорту Леберже. Скорее всего, что да, он попытался сбежать. Возможно, даже то есть поскольку раз он летел на юг, то наверное где-нибудь там либо в Италии приземлиться. Ватикан Ватикан, да. Вот. Но его значит посадили. Посадили самолет. Вот. И получается сейчас Павел Дуров он находится как бы в заложниках вот у этих вот всех структур. И может получиться именно так, что если страсти накалятся до такой степени, то может получиться так, что не доставайся же ты никому. Он может быть просто быть ликвидирован. к сожалению. Сейчас горячие головы тут говорят о том, что давайте организуем ему побег. Он же не под арестом находится. Он должен просто приходить в какой-то полицейский участок и там отвечаться два раза в неделю. Вот. Но я хочу сказать, что если только он дернется куда-то, это все. Это смерть для него. То есть человек находится под очень большой угрозой. Но дело в том, что он не является как бы непосредственным разработчиком Телеграм. Непосредственным создателем Телеграм, как и социальной сети ВКонтакте является его старший брат Николай. Он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского государства университета. В 90-х, с 96-го по 98-е годы он три раза выиграл международные юношеские олимпиады по математике. В 2005-м году он защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском госуниверситете. Второе высшее образование он получил в Германии, в Боннском университете. Там же защитил диссертацию. Вот в 2006-м году они два брата создали соцсеть ВКонтакте. И уже в 2013-м году когда ФСБ начала вот эту всю кампанию, чтобы взять под контроль соцсеть. Младший брат Павел в 2013-м году из России уехал. Но он опубликовал манифест. 7 пункт. То есть 7 пунктов при каких условиях он готов вернуться в Россию. Первое это то, что суды должны быть выбранными и должны быть выбранными присяжные заседатели. То есть как в СССР. То есть народ должен выбирать судей, а не назначать их должны. Дальше он считает, что не должно быть вот этой отрицательной селекции у чиновников. Чиновников должны выбирать также люди. И это не должно строиться на вот этом принципе отрицательной селекции. Он там также говорит о том, что школы не должны быть фабриками по отуплению детей, что паспорт должен выдаваться один, в том числе и для перемещения между странами. То есть он социалист, он в душе он социалист, но он наш советский человек. Поэтому мы должны его поддержать. То есть мы спасаем сейчас, должны спасти не миллиардера, не человека, там в первой сотне или второй сотне списка Форбс. Мы должны спасти нашего гражданина, потому что он сейчас находится действительно в смертельной опасности. форбс. Но он является медийным лицом, поскольку именно его брат Николай создал вот эту особую систему шифрования информации для Телеграм. Вот. Но именно вот как сказать его взгляды говорят о том, что он как бы человек социалистического такого социального взгляда на жизнь, на мир. И получается, что сейчас его обложили со всех сторон. Он может быть и готов вернуться в Россию, но ему некуда. Власть она недеспособна. И получается граждане тоже недеспособны. Кому его должны выдавать? Лаврову? Путину? Патрушеву? Кому? Поэтому мы должны потребовать, чтобы его отдали народу, его родителям. То есть его должны немедленно освободить. И когда пытаются перевести вот это все в русло простого уголовного дела, что якобы он там не передал какую-то информацию по вот этим всем педофильским делам, то есть это явно дело сфабриковано просто чтобы помешать дальнейшему вот этому движению экономики, развитию экономики. Поэтому человек сейчас в заложниках, я еще раз повторяю, и к сожалению, вот я считаю, что мы как граждане мы виноваты вот в этом во всем случившемся. То есть пока мы не станем действительно народом, не осознаем свою гражданскую позицию, будут происходить именно вот такие вещи. Поймите, ему некуда вернуться, некуда. и я считаю, что необходимо писать в посольство Франции говорить о том, что он гражданин Советского Союза по праву рождения, семья его здесь живет, проживает здесь, и также заявлять о том, что это именно политическое дело, именно политическое, и тогда он подпадает под конвенцию о гражданских политических правах. То есть просто уголовку ему уже сейчас будет приписать после таких заявлений трудно. Вот. Ну, надеюсь, что вот это видео было для вас полезным. тут дело-то как бы не в его личном каком-то состоянии многомиллиардном, а в том, что мы должны спасать своего человека, русского человека, советского человека, который сделал для нас очень много во время пандемии. это единственная социальная сеть, которая достаточно либерально относится к очень острой информации. То есть человека, грубо говоря, хотят посадить за то, что он создал инструмент. Социальная сеть – это инструмент, но в чьих руках, как она используется, не отвечает же создатель или изобретатель. Отвечает и, кстати, у полиции, вот у этих всех органов, у них очень широкие полномочия. Ну, иди, иди, лови. Пожалуйста, у тебя вот куча информации, иди. А они, значит, получается, расписались сейчас в собственном бессилии и пытаются навешать всех собак, на человека, который совершенно ни при чем. Ну, вот я на сегодня хочу об этом закончить. Благодарю всех за внимание и прошу поддержать освобождение, требование освобождения Павла Дурова из-под стражи. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.